Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. В отношении к девушке 9 лет, живым вместе, давно пропали общие интересы и цели, нет секса, на протяжении 5 лет, 1-2 раза в год, долго пытался расположить ее, ухаживал, управлял знаки внимания, создавал комфорт, но все черно. Когда были ссоры, она всегда предлагала разойтись, но в итоге что-то останавливало. Месяц назад повстречал другую девочку, в которую влюбился, была измена, моя девочка об этом не знает, я хочу порвать отношения, но у нее истерика уже 3 недели, я не знаю как успокоиться, я не могу все бросить вот так, да и сам запутался. Пытался после воскрески доверительные отношения, понимая, что это стабильность, уверенность в партнере, или рвать и уходить неизвестно, которую я и она боимся, не хочу делать больно дорогому мне человеку. Смотрите, в первую очередь, здесь важно разобраться в ваших чувствах, вот, что вы чувствуете к девочке и что она чувствует к вам, это первое. Второе, мне кажется, что не начало бы вам лучше друг друга понять, вот. То есть, ну наверняка за 9 лет накопились какие-то обиды, вот, какие-то недосказанности, небомовки, недоговоренности и прочее. Вот, во-вторых, вам нужно, лично вам, а нам нужно поработать со страхом неизвестности, то есть, как бы, ну, 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 доверим себе, необходим. По-про-про-про, по-ро, поработать. А, вот. И, в-третьих, с личными границами и, а-а-а-а-а-а, чувством, а, вины. Вот. Потому что, а-а-а, больно делаете девушке не вы, а она, она сама шебе делает боль. Вот, вы находитесь с ней в таких созависимых отношениях. И, как мне кажется, вы не уверены в себя. Вы пытаетесь себя как-то обезопасить, да? Вот, говорит, что уберут партнера, да? Вот, что не предаст, так далее. С вас, вероятно, здесь есть какой-то такой страх, извините, предаст. А вот, это точно такой достаточно серьезный момент, потому что это говорит о ваших ожиданиях, с одной стороны. Ну, то есть, это говорит о том, что вы, ну, ждете чего-то. Что вы ждете чего-то от человека, наверное, у вас есть ожидания. И, как бы, ответственность за эти ожидания, ну, и прикладывать, ну, ответственность на партнера. Вместо того, чтобы, так скажем, самостоятельно брать ответственность. Ну, ладно. А вот. А вот, эм... В принципе... Пока история. Такой момент. И, мне кажется, что, ну, двигаться вам нужно в этом направлении. Ну, и отталкиваться как-то от себя, мне кажется, что... Эм... Вот, ну... Сейчас, на данный момент, все, что вас, эм... Все, что вас, эм... Все, что вас удерживает... Как бы, как бы, в отношениях. Ну, вот. Это не столько... То, что... Вы чувствуете, девушка? Сколько... То, что... Вы... Эм... Вкладывать. Вот. Быть в отношениях. Только... Только... Потому, что... Я много... Всего... Вкладывал, да? Ну, это... Сгласитесь, несколько... Эм... Неуважительно и... Странно. По... Отношению... К... Себе. Эм... Ну, самому. Вот. Такая вот история. Я бы начал с... Индивидуальной работы. Потом, может быть... Эм... Парну... Парну... Предложил бы. А вот. А после... Уже осмотрел бы, в какую сторону захотите вы... Двигаться вы и ваша девушка. Мне кажется, что... Работа нужна будет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.